Слюбопытных ракурсов И будем надеяться, что не уворот Городецкого не уворот, никто мы не видели Слушайте, не сам тащит шайбу И вот бросок, и вот угроза Это кист, который пополнил состав Бреста Ранее выступая за команду Солигорской командой По крайней мере, такое визуальное впечатление возникает Момент у Шахтера Попытка завернуть шайбу из-за ворот Котеловского Петроучеет Аж Гирей бросает Бросает в Городецкого Есть добивание от Крикуненко, но не уволить тем, как его спецбригада действует И вот он гол Вот это первая шайба Данил Лоя отличается За 52 матча в регулярке у Лоя И также 4 шайбы, 1 передача за 10 матчей Плей-офф Очень неплохой плей-офф провел Данил Лоин Будучи центром четвертого звена Но и при этом в большинстве Он также на пятаке частенько появлялся И эту позицию, как мы видим, сохраняет В тактических построениях команды Ярослава Чупаса Хорош передача Еркина, великолепная передача от центрального нападающего Которого удалось сделать И вот на Крикуненко Крикуненко Бросок в дальний угол от Романа Крикуненко Добивание, но и на льду Чего такой неприятный бросок от Крикуненко Для Галкина Не точно Ну и вот Кравчук, отдохнувший Летит в атаку Неприятная какая Серьезная Узбекский клуб Хумо И под этим байс на Сазанович забрасывает Хороший такой Бросок у защитника Шахтера получился 0-2 становится счет в нашем матче И другие части Игровой амуниции Да, с кистей Вот так вот очень хорошо Сазанович бросил Обманный бросок И вот кистевой, пожалуйста Верхом Городецкий не справляется Закончу мысль про Евроазиатский Кубок Дружбы Да, там все-таки серьезные соперники будут Узбекский Хумо Казахский Орлан Мои плюшки и ноги И руки тоже Но Шахтера грызается И Шахтера грызается все еще опаснее Нужен Бресту гол, конечно, в этой игре Чтобы какую-то уверенность получить Ну какой пас проходит у Еркина на Кулиева И такую игру смотреть интереснее Чем матч в одну калитку Хороший отбор Это Шгирея в чужой зоне Шгирей сам полез Михей Новик Фактурный парень Не стесняется идти в сову борьбу И тут же ответочка Шахтера 0-3 Это Марк Ярута Забрасывает третью Шахтера бросил Марк Ярута Пока без ассистентов объявили Марк Яруту Казлеев Оставляет шайбу к кому? Качану! Качану! Снытко! Снытко тащит Шахтер В составе Зубра Меж тем не удалось Шахтеру реализовать лишнего Но могли еще в большинстве и пропустить И чуть более полутора минут Аж до второго перерыва На который Шахтер уйдет гораздо более уверен Ой здорово! Какая комбинация проходит у Шахтера! И какой пас Данила Лоя на партнера Который совсем один был Радом за капитана Смотрите как здесь Лой все сделал Для Малиновского Протащил шайбу за воротами Ушел петручка Развернулся Пасик вдоль ворот И там никто не прикрывал Малиновского Вот такой гол Боложкевича Возможно кто-то из каких-то там Повреждения получил Брещан Потому что ротация пошла Достаточно серьезно Встреча в хорошем смысле Хотелось бы исключительно Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Татаренко В голову партнеру Попадает очень неприятно Прямо в гухо прилетела сейчас Веременька Это шайба Но будем надеяться С Юлей там все в порядке Есть тело, смотрим на повторе, как это было. Пытался сильную такую передачу по борту отдать Татаренко и просто в голову угодилось. И попытки наблюдели. Все меньше и меньше, если каждый трень установилась. Ну и в целом не так много штрафного времени у нас забрасывает все-таки. Шахтер буквально на последней секунде заходит пятая в ворота. Даже вбрасывания уже, я так понимаю, не будет. Ну что, суди поедут, еще посмотрят. Успела ли шайба пересечь линию ворот до сирены? Наверное, да. Возможно, такое решение тоже имеет право на жизнь. Но, по крайней мере, в режиме лайф мне показалось, что сирена прозвучала спустя буквально секунду или полсекреса. Уверенно съездила в Брест и продолжает сражение, я бы сказал, даже за первую строчку в группе А кубка Руслана Салея. Остается горнякам сыграть с авиатором. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok